В округе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Ход работ на первом Панковском проезде проинспектировал глава округа Владимир Волков. Нам нужно, чтобы сделали все хорошо, чтобы через два месяца ничего не упало. Сразу скажу, чтобы развеять все слухи и домословие. В любом случае есть стройконтроль. Есть люди, которые подписывают акты, они отвечают своей свободой. Потому что если вдруг будет возможен уголовное дело, такие случаи бывают. То есть человек, кто поставил подписи, полностью будет нести уголовное кресло. Этот дом на первом Панковском проезде построен в 1973 году. Несколько лет назад здесь заменили лифтовое оборудование, отремонтировали лестничные клетки и провели электромонтажные работы. Теперь полностью меняют систему газоснабжения с установкой датчиков загазованности внутри квартир. Мы, конечно, довольны, потому что мы видим старые трубы, которые демонтируют. И они, конечно, в ужасном состоянии. Мы очень долго ждали этого ремонта, 50 лет. Наконец-то мы добились. Мы и голосовали за капремонт фасада, и ходили в администрацию, тоже заявление писали. В общем, мы сделали все, что могли. Зимой температура в некоторых квартирах достигает всего лишь 18 градусов. Соседи жалуются, мерзнут, особенно в торцевых квартирах. К подготовительным работам по проведению капитального ремонта фасада уже приступили. Генеральный подрядчик ЛГЖТ все держит под контролем. Монтаж вентилируемого фасада непосредственно с утеплителем будет. Это размещение подсистемы, утеплитель, это минеральная вата определенной толщины, там по тепловому расчету определена, и закрытие керамогранита. Было большое количество обращений, заранее была внесена корректировка в программу капитального ремонта, и данный объект попал в программу 23-25 и с выполнением работы в 2024 году. После завершения ремонта фасада в квартирах станет теплее и увеличится звукоизоляция. Обсудили жители с главой и другие проблемы, требующие поддержки со стороны администрации. Всегда возникают какие-то вопросы текущие, на них нужно оперативно отвечать жителям, снимать их и, конечно, быть в контакте. Приятно было услышать, что как раз подрядная организация находится в таком плотном взаимодействии с нашими жильцами. Сейчас активная фаза в летний период проведения работы. Самое главное, чтобы деньги были потрачены эффективно, работы проведены качественно, и жители нам это подтвердили. Вот при таких условиях будут проходить ремонты на территории городского округа. Работы по данному адресу завершат в декабре. Всего до конца года в городском округе Люберцы отремонтируют 153 многоквартирных дома.